Вечер гаснет небо осеннее Если счастье устало ждать, оставь сомненье Все на свете направления только для тебя Ловим кновенье Ты улетишь так высоко Станет на сердце легко А порой вечерней Не засыпай, душа моя Если ты мечтаешь летать О, Золотонож, привет. Я не… А я знаю, кто ты. Ты, Ксения Ильинична Бушуева. Гостем будешь? Да, и спасибо, что дождалась меня. Да я вас не ждала. Сейчас я только уборку закончу, да домой поеду. Жених соскучился? Ну, ладно, ну не обижайся. Ксения Ильинична. У меня, знаешь, сегодня просто день какой-то удачный. А я вот сижу один… Ну, посиди со мной, а? А давай в ресторан сегодня съездим, я бы поел чего-нибудь. Нет, спасибо, не хочется. Да? А давай здесь посидим, выпьем. А поужинаем потом, а? Я не пью. Спасибо. Ну, посиди со мной, пожалуйста. Давайте. Просто посидим. А знаешь, Ксения Ильинична, если бы не ты, то… А они что хотели? Деньги и сейфы взять, да? Да нет, это не главное. Главное, что ты не испугалась, не убежала, не струсила. Правду сказала, несмотря на то, что всё было против тебя. В общем, молодец. Тебе уважуха, респект. Вы такие слова знаете? Ну, а дальше что будете делать? А ты знаешь, да всё будет нормально. Я же двоих уволил, охрану усилил, Белецкий сейчас будет отвечать за безопасность. Ничего, выстоян. Елена Михайловна, ну такой опыт, такой специфический, я с ней поговорил. Она подойдёт и извинится перед тобой, так что выбрось это всё из головы, да? Вот. Ну, я пойду работать. А, иди. О, давай я тебе помогу. Вы мне поможете? Хочешь? Я могу. Хотел бы я посмотреть, как бы все из офиса на это отреагировали. А ты что думаешь, что я только в кабинете мог посидеть? Это вся новая музыка. А ты думаешь, что я вижу. Ты загубился уже, как насос. Их я целая. Открасная музыка. Я тоже, конечно. Я уже не могу посидеться. Эта шанс. Эта шанса. Эта шанс. Эта шанс. Я тоже не могу... Эта шанс. Эта шанс. Эта шанс. Эта шанса. Эта шанс. Это вы мне помогаете. Да, я хотел тебе сказать по поводу Лёши, ну, не паром тебе, ну, и ничего путного у вас всё равно бы не вышло. Ясно. Знаете, что? Я с самого начала поняла, что с вами лучше не связываться. Так, понятно. И дальше что? Знаете, у вас странное свойство. Вы, как только себя королём начинаете чувствовать, сразу рассказываете, как кому жить, что кому делать. А я этого, знаете, больше всего на свете не люблю. Спасибо. Я не могу понять, только что всё было нормально. Тебя какая мука сейчас укусила? Я терпеть не могу, когда лезут ко мне в душу, рассказывают, как мне надо делать, как жить, понимаете? Вы и командуете своей Анной, ладно? Или кто там у вас будет следующий? Спасибо. Ты мне будешь что, указывать здесь? Вот и вы мне не указываете. Я тебе могу сказать, ты ещё пожалеешь. А вот и не пожалею. Ладно, знаешь, что я хочу сказать? Мне абсолютно наплевать. И вообще, просто живи, живи как хочешь. Буду жить, как хочу. На! Е-мое, да что тебе надо? Там, на корабле. Раскладывайся, ты зараза! Не подчиняется? Знаешь что? Это так вообще нормально существовать невозможно. Давай съеду, будешь один нормально существовать. Никому никуда не надо съезжать. И вообще, давай уже жить, как нормальная пара. Лучше, Ксюша, выходи за меня. Я готов, правда готов. Ну? Ну, чего ты молчишь? Ты согласна, нет? Скажи что-нибудь. Нет, Лёш, я не согласна. Послушай, ну зачем ты опять это начинаешь? Я тебя не люблю, посмотри на меня. Ну, не люблю, ну, прости, пожалуйста. Ну, я тебя люблю. Моей любви хватит на нас двоих. Ну, если дети появятся, на троих или четверых, ну, как пойдет? Ну, ты же совсем пацан еще. Что ты в любви понимаешь? А не перестанешь трепать мне нервы, съеду сегодня же. Ладно, проехали. Больше не буду. Только вот наш разговор еще не закончен. Хорошо, хорошо. Вот, завтракай. А есть каша? Сейчас будет. Вот, держи. Спасибо. Такую кашу только моя мама умеет готовить. Я думаю, что еще будущая жена тоже будет уметь. Леш! Ладно. Слушай, а что твои вещи в офисе лежат? Может, давай их привезем? Как думаешь? Хорошая идея, только неудобно. Сплетничать начнут. Давай тогда вечером после работы, когда все уйдут. Нормально будет? Давай. Ладно, слушай, я опаздываю. Приятного аппетита. Господи, опять эта поломойка. Да прогони ты ее. Пошла. Фроничкин, налоговая инспекция. Ознакомьтесь с постановлением на выемку документов компании «Гранд». Да, все верно. Но в офисе никого нету, он пустой. Это не ваше дело. Исполняйте, что приказано. Бойцы! Двое остаются на входе. Никого не впускать и не выпускать из «Гранда» до моего личного распоряжения. Один со мной, понятые тоже. Есть! Выполнять! Доброе утро! Привет, Ксюша! Только Павловна, это Николай, охранник. Да. К вам в офис гости идут, налоговый. Какие бойцы в Москве? А где они? Пока здесь внизу, ждут лифт. Через пару минут поднимутся. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Ксюша, ко мне, быстро! Здесь уставные документы компании и ключи от сейфа. Держи. В твоих руках судьба компании и Андрея Николаевича. Нельзя, чтобы их нашли. Поняла? Поняла. А там внизу Анна и Деда. Делай, что хочешь. Главное, не неси их отсюда. Что происходит? Кто вы такие? Спокойно. Я сотрудник налоговой инспекции. Хроничка. Угу. Имею постановление на изъятие документов. Можете ознакомиться. Угу. Ты кто? Уборщица. Полы здесь мою. Угу. Ну иди мой. Не стой здесь. Спасибо. Так. А ты кто? Я секретарь генерального директора. И вы мне, пожалуйста, не тычьте. Секретарь. Очень хорошо. Скажите мне, секретарь, а где кабинет генерального? Значит так. Ничего не трогать и никому не звонить. Пойдете со мной. Вам все ясно? Все ясно. Все за мной. Понятые, проходите. Откройте сейф. Ой, а у меня нет ключей. Ключи только у Андрея Николаевича. Не надо врать. Я прекрасно знаю, что у вас есть запасной комплект. Интересно знать, откуда такая осведомленность. Это Диденко вам рассказал? Или Кублановская? Почему же они сами не поднялись? Молчать. Открывайте сейф. Я сказала, у меня ключей нет. Можете обыскать. Боец. Встать. Чисто. Ну посмотри, у нее в вещах, в столе. Действуй. А вы, Ольга Павловна, пройдите в приемную. С удовольствием. Я все проверил, ничего нет. Черт. Значит так. Спускайся вниз и жди. Как только приедет Воронцов, безо всяких разговоров, немедленно его сюда. Остальные пусть перекроют кабинеты, коридоры. Ни один из сотрудников офиса не должен до окончания операции сюда прийти. Все понятно? Выполняйте. КОНЕЦ А ты что здесь делаешь? Со своим приехал. Да, а твоего здесь ничего нет. Ну это еще как посмотреть. Тише, тише, тише. Не надо кулаками размахиваться. Ты знаешь, в твоем возрасте сесть за вульгарную хулиганку не очень-то солидно. Иди. Иди, иди. Тебя там ждет сюрприз. Диденька, я тебя еще достану. Понял? Ну это мы еще посмотрим. Зачем ты затеял этот ненужный разговор? Ничего. Пусть знают, кто его в дерьмо по самую маковку окунул. Мелочи, а приятно. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Нас не пускают. Так, сейчас разберемся. Что здесь происходит? Почему моих сотрудников не пускают на рабочие места? Здесь происходят следственные действия. Офис временно закрыт. Вы кто? Ваш документ. Без приказа руководства я не имею права. Хорошо, где ваше руководство? Кто вы такой? Я генеральный директор компании. Воронцов. Воронцов? Отлично. Пройдемте со мной к моему руководству. Я вас провожу. Давай. За мной. Воронцов. 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 Здрасте. Все идет по плану? Да. Да, налоговая уже в здании. Нам еще не пора? Нет еще. Мой человек мне сообщит, когда документы изымут. Все в порядке, я сообщу. Ключи, ключи. Нашли у этой старой курицы? Не знаю. Мне еще не докладывали. Ждите. Вы и есть то самое руководство. Я требую объяснений. Проничкин. Налоговая инспекция. Ознакомьтесь с постановлением на обыск и изъятие учредительных документов. В постановлении указана цель изъятия документов. А про обыск тут ни слова. И почему здесь посторонние? Это не посторонние, это понятые. Понятые, да? А маски-шоу тоже понятые? А это сотрудники специального подразделения. Они здесь для поддержания порядка и для обеспечения безопасного проведения мероприятия. А документы мы изымаем для проверки их подлинности. У нас есть информация о рейдерском захвате компании. А, о рейдерском захвате. Но мне кажется, это сейчас и происходит. Не говорите ерунду. Это не более, чем ваши домыслы. Вы готовы добровольно выдать необходимые нам документы? Это в ваших интересах. В дальнейшем, может, зачтется как помощь следствию. Я спрашиваю в последний раз, цель добровольно откроете или будем вскрывать? Открывайте. Ну что, вы нашли документы? Слушайте, Проничкин, я уже с вами тут битый час торчу, а результата ноль. Плохо работаете. Стоять, я должен проверить, что ты там выносишь. Да не вопрос, на, проверяй. Здесь нет уставных документов. Где они? Как? Как нету? И правда нету? Да, да. А может, вы плохо искали? У нас, вы знаете, этих сейфов. О, может, там посмотрите. Вы что, меня учить вздумали? Да я ни в коем случае. Я просто пытаюсь, вы знаете, помочь следствию. Следствие? Хорошо. Боец, працию. Говорит Проничкин. Все ко мне, быстро. Я сейчас на пол все выкину, будешь сам ковыряться. А собирать потом сам будешь, понял? Ты что такая борзая? Сейчас сама будешь все собирать. Давайте напрягитесь, Проничкин. Документы надо найти. Игорь Анатольевич. Отставить, Свободен. Опять вы. И опять скандалить. Кстати, очень приятно, что вы меня помните. Конечно помню. Это же вы были тогда в кабинете у Андрея Николаевича, когда я увольнялась. Да, да, да. Очень неудобная ситуация получилась. Да ну что вы, перестаньте. Не смущайтесь. Вы меня, между прочим, очень поразили. Да, такая девушка с характером. А я люблю людей с огоньком. Ну да. Ну я смотрю, вы не уволились. Продолжайте работать. Ну да, других предложений пока не поступало. Вот. Кстати, об этом я и хотел с вами поговорить. Слушайте, хотите работать у меня? А что должна буду делать? Вы будете моим личным референтом. Ну ладно, Ксения. Подумайте. Ну, что может дать Воронцов? Это быть уборщицей в его офисе и прислугой в его жизни. Он же просто хочет держать вас рядом с собой. Все. Это же очевидно. Вот так вот. Нет, ну, как мужчина я его очень даже понимаю и не осуждаю ни в коем случае. Ну, он же просто мужлан. Хам и мужлан и другим никогда не станет. Просто не сможет. Вот поэтому никаких перспектив в компании Воронцова для вас я просто не вижу. Во всех смыслах. Вы меня понимаете? Я вижу, понимаете. Ну, а после всех вот этих событий, я уверен, что уже завтра здесь будет новый генеральный директор. Кстати, а вы знакомы с Диденко? Это бывший зам Воронцова. Диденко? Диденко. Вот даже как. Ну, тогда вы очень даже правы. Ну, конечно. Я согласна. Ну, вот и прекрасно. Может, вам помочь? Да, пожалуйста. А, прошу прощения, я должен переговорить с человеком. Я вернусь. Хорошо? Ну что, какие результаты? Ничего не нашли. В офисе документов нет. Я думаю, пора заканчивать и сворачиваться. Продолжение следует. Значит так. Вы должны поехать на квартиру к Воронцову и устроить обыск там. Мне нужны эти документы. Вы понимаете меня, Проничкин? А санкции у нас только в офисе? Изъятие документов, так? Но не первый же раз, господи, ну что? Со всем уважением, Игорь Анатольевич, но у меня своё руководство. Я не могу действовать так, без санкции, по беспределу. Извините. Мне таких указаний не поступало. Указания тебе нужны? Будут тебе указания. Алло, Александр Семёнович? Добрый день. Да, Вишняков. Да-да. Нет, пока ещё нет. Напрасно вы так. Всё же можно было решить уже сегодня. Просто дайте команду Проничкину, остальное я беру на себя. Хорошо, я понял. Ну что, всё получилось, пора? Нет, не пора. Мои люди перерыли весь офис, но никаких документов не нашли. Договориться с руководством налоговой на продолжение операции тоже не вышло. Получается, что на сегодня всё. Жаль. Хороший был план. Значит, будет другой. Поезжайте в офис, я приеду, мы решим, что будем делать дальше. Ксения, господи, Ксения, ну, наконец, ну, где вы были, ну? Я мусор выбрасывала. Какой мусор? Поедемте. Поехали, поехали. А можно я наверх поднимусь и помоюсь, переоденусь? Ну, хорошо, только быстро. Значит, проводи её наверх, переоденеться и обратно сюда. Я получил команду сворачиваться, так что забираю людей и уезжаю. Хорошо, вы свободны на сегодня. Закончили, уходим. Понял. Я успела забрать все документы из сейфа, они у Ксюши. Всё в порядке. Говоришь, всё в порядке. А я так не думаю. Солдат не облинула. Я пришла, а что дальше? Умница моя. Пойдем. Я уверен, ты не пожалеешь. Для тебя откроются отличные перспективы. Тебя ждёт прекрасная карьера и большое будущее. И с учёбой я тоже помогу. Считай, что диплом у тебя уже в кармане. Я всё для тебя сделаю. Прошу. Прошу. Похоже, что крысы побежали с нашего корабля. Ну что, куда поедем? Ну, сначала заедем в офис. Ну, это по делу. Ненадолго. Подождёшь меня там. Но в этом гостинице. Тебе же надо где-то жить. Ну, поживёшь пока там, а потом. Посмотрим. Да ладно. Ну, я прошу тебя, давай не здесь. Водители смотрят. Пусть смотрят, боже мой. Ну, что ты в самом деле? Что? Я же сказала нет. Ты же меня знаешь. Ну, хорошо, хорошо. Я подожду. Подожди меня здесь, ладно? Я ненадолго. Хорошо. Слушайте, с вами же невозможно работать. Вы понимаете, что вы меня подставили? Я всё организовал. Я поднял людей. А документов в офисе не оказалось. Что такое? Ну, если не оказалось документов в офисе, значит, Воронцов хранит их у себя дома. Да, да, да. Значит, надо было ехать к нему и организовать обыск там. Да, конечно, конечно. Конечно. Это логично. Конечно, я об этом подумал в первую очередь. Но это оказалось невозможно. Ордер получен только на изъятие документов. А люди и так совершили полноценный обыск. Вы понимаете, что это такое? И, конечно, они отказались ехать домой к Воронцову. Лишний риск не нужен. Никому, понятно. Тогда, может быть, надо получить официальный ордер на обыск квартиры Воронцова? Я понимаю, что дело затратное, но у нас нет других вариантов. Игра стоит свеч в этом случае. И сделать это нужно как можно скорее. Ладно, я подумаю. Мне нужно отъехать на пару часов. Я вам позвоню. Ждите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, ребята, хотели день рождения мое отпраздновать, а получаются какие-то поминки. Не сегодня-завтра приведут нового руководителя компании, никто ему не помешает поменять учредительные документы. Так что закончилась наша история, и я больше никто. Так, Петрович, пригорели мы с тобой змею, вот так она нам, да добро наше. И еще главное, когда Вишнякову про золотонож рассказывал, он говорит, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Как в воду глядел. Скотина. Ладно, давайте, за поминки души нашей. Не буду я за это пить. Я не верю в то, что она могла предать. Не той породы, вот увидишь, все будет хорошо. Ольга Павловна, что ты как маленькая, веря, не веря, как в детском саду. А что она с тобой первый раз в жизни предает? Диденко, Аня, сколько лет вместе. А это так. Приблудно. Да нет, ну это вы зря. Леш, ты-то успокойся, она же тебя тоже предала. Ой, делайте со мной что хотите, а я не верю. Ольга Павловна, всегда вы со своим простодушием. Мы же все видели своими глазами, как она с этим подонком уехала. Что вам еще надо? Лилечка, мало ли какие могли сложиться обстоятельства. Да, только знаешь, эти все обстоятельства почему-то складываются против нас. Да, невеселый разговор получается. Ольга Павловна, я не могу сейчас разговаривать, я на заседании у министра. Ну, нет, у нас сейчас перерыв, но уже зовут обратно. Да, потом вечером поговорим. Все, все, давай, пока-пока, все, пока, целую, все. Ну что ты делаешь, а? Ну что ж ты делаешь? Ты же говорил, что ты развелся. Ну, ну как я разведусь, ну что ты? Да ладно, я с ней все равно только ради карьеры. У нее отец очень крутой, ты не представляешь. Ой, да ладно, ну к черту все. Подожди, я стесняюсь. Давай ты пока в душ, а я тебя здесь подожду. Подготовлюсь. Ладно, все, я буду. Я буду. Я тебя позову. Жди, не выходи. А сейчас можно? Нет. А сейчас? Нет. Наталья, здравствуйте. Это не Игорь, а это Ксения. Ну как какая? Гражданская жена Игоря. Ну в общем мы с ним собираемся пожениться и я жду ребенка. Вот он попросил меня с вами поговорить. Слушай, открой. Ну что ты там придумала? Ну вы понимаете? Ну что ты как маленькая? Ну да, мы просто с ним очень много лет вместе и сейчас я беременна. Он просто вам побоялся все рассказать и меня попросил. Нет. Он не вас боится, конечно, а вашего отца. Просто он же с вами только из-за карьеры. Ну вот и сами понимаете, боится. Алло. Наталья, вы меня слышите? Ксюша, ну что, Ксюша, можно уже? Подожди чуть-чуть, сейчас я скажу когда. Хорошо. Нет, вы знаете, он сказал все-таки, чтоб я с вами пообщалась и я, собственно, вам уже все сказала. Поэтому, может быть, мы встретимся с вами. Не хотите подъехать? А гостиница «Молодежная» номер 702. Подъезжайте, мне кажется, нам есть что обсудить. Малыш! Малыш, ты что? Малыш! Ты что? Ксюша! Ты... Ксюшенька, ты куда спряталась? Наташа. Подожди. Ты... Ты неправильно поняла. Я тебе все объясню. Это не то, что ты думаешь. Я понял. Да. Ну что, пришла? Торжествовать? Ну, радуйся. Ай, этот дурак. Может, тебе ко мне специально подослали? Может, ты это маски-шоу подогнала? Да какие маски-шоу? Я же вот... Документы. Да какие документы? Все, ребят, познакомьтесь, это новый руководитель компании. Андрей, да подожди ты, дай ей сказать. Да что сказать? У меня сегодня день рождения. Какой-нибудь подарок есть для меня? Или все это достанется Вишнякову? Идиот. Какой же ты идиот? Я думала, ты... А ты полный кретин. Вот твой подарок. Один от Вишнякова, второй от меня. Подавись ими, видеть тебя больше не хочу. Субтитры создавал DimaTorzok Люди, люди, это же наши документы. Все, что нужно, мы спасены. И что сидим? Ну, правильно она тебя определила? Кретин, да? За что, кретин, да? Сейчас сидим. Петрович, давай за ней. Полетели. Субтитры создавал DimaTorzok Черт, ну и где она? Вон она. Угу. Смотри. КОНЕВАЕТСЯ Ну, помогите, Коля. Пусть ей... Кто-нибудь, помогите! Да поставь на меня на место, что ты себе позволяешь! Я видеть тебя не хочу! Кто-нибудь! Помогите! Спаси меня, люди! На место! Я поставь, я сказала, отпусти меня! Чисто! Да, пусти меня! Дверь открой! Ну, чего стоишь? Давай, гоняй! Дверь открой, я сказала! Останови машину! Да, денег у тебя нет! Дорогойщий адвокат и меня отмажет! Ты совершеннолетняя! Скажу, что меня спровоцировала! В офисе подтвердят! И к Лёше никогда больше не поедешь! Не царапайся! Не толкайся! В общем, шансов у тебя нет! Криколепный мужчина! А вы женили все уже! Ты чего не по-людски оделся-то так? Солидный мужик, богатый! У тебя нормального костюма-то нету, а? Теща, не ворчи, а то обратно открой! Еще одна золотая ночь на мою голову! Ну что, помощник копирайтера, какие будут заголовки? Очередная история про Золушку. Шеф женился на уборщице. Ловим мгновенье, ты улетишь так высоко, станет на сердце легко. А порой вечерней не засыпай, душа моя, если ты мечтаешь летать. Вечер, гаснет небо осеннее, если грусть неподдельная, если верить не в мочь опять. Взгляни на звезды, их сияющие рассыпь только для тебя.